Всем привет, дорогие друзья! Поскольку вы перешли на это видео, то вас наверняка интересует, что же случилось с Димой, с командой Криосан, с Димой Литвиновым. И сейчас мы с ним встретимся и все у него разузнаем. Что с ним случилось, когда его поймали, посадили ли его в тюрьму, либо у него вообще все было нормально изначально. Сейчас мы у него это и выясним. Погнали! Здарова, Димон! Здарова, Стасик! Вот мы и увиделись, наконец-то, сколько лет, сколько зим. Димон, расскажи, как ты вообще познакомился с ребятами с канала Криосан? Это очень крутое стечение обстоятельств. На самом деле, ты сам знаешь, как я познакомился, а познакомился я через Стаса. Стас должен был везти ребят в Чернобыльскую зону учреждения, но на тот момент он не смог. И попросил меня, а на тот момент я уже в зону не ходил два года, хотел с этим завязать. Попросил меня провести ребят в Чернобыльскую зону учреждения. Это были электровелосипеды. Очень крутой велотрип у нас получился с запуском колеса, но факт в том, что в этом видео даже не запуск колеса сыграл большую роль, а именно путешествие по третьей очереди. Я помню, кстати, ты очень хотел на электровеликах, помнишь? Несколько лет. Всю жизнь, наверное, всю жизнь сознательную, когда мне уже исполнилось лет 20, я хотел либо на великах поехать, а потом еще появились электровелики. Вот дико хотел, когда мне Стас написал, что ребята с канала Криосан хотят поехать на электровелосипедах, можешь их свозить. Я даже как бы и не думаю, что нет, сразу отбросил все свои дела, мы назначили точную дату и поехали. Хотя на тот момент это было рискованно, очень рискованно, наверное, поскольку меня не было в зоне два года, я только там мог слышать, что там происходило. Ну, поехали по старой, уже проторенной дороге и у нас все более-менее получилось. Не так давно вышло видео, да, у ребят с канала Криосан, как вы ездили на Запорожце, все эти события, что там развернулись и так получилось, что в итоге у тебя там какие-то проблемки в конце возникли, тебя поймали или что, тебя там, что-то хотели тебя посадить или что? Расскажи про это. С этого момента поподробнее. Перед тем, как мы... Было несколько путей попасть в Нобельскую зону отчуждения, да, но выбрали мы тот путь, который уже вы видели все на экранах. Мы ранее оговорились, как мы будем действовать в той или иной ситуации и мы, согласно этого плана, уже в дальнейшем и действовали. То есть, это был заранее оговоренный план действий. Это не было там спонтанно и тому прочее. Все знали, у кого какие будут последствия и, соответственно, каждый несет свою зону риска в той мере, которую он сейчас несет. Что было потом? Это очень большой эпик фейл, потому что нужно было заснять, ну, уже отснято, конечно, что было потом. Поэтому я зашел на КПП и, естественно, меня там арестовали, административно арестовали. Я посидел несколько часов на КПП, меня отвезли в райотделение и после райотделения и составления протокола меня отпустили. То есть, вечером я уже был дома. Но после этого понеслись небольшие угрозы, поскольку, знаю, где я живу и тому прочее, угрожали и уголовной ответственности. Это было действительно так, но непонятно, кто это был. Не будем об этом разговаривать. Суд по той поимке мы выиграли. То есть, меня полностью оправдали. И вот, честно говоря, на протяжении двух, двух с половиной месяца я ожидал какого-то подвоха. И на самом деле, жду до сих пор со стороны правоохранительных органов. Я думаю, что его не будет, что оно все-таки правовое государство. Мы, на самом деле, ничего плохого там не сделали. Мы даже не повредили краску на том шлагбауме, который там, наверное, с 2008 или с 2009 года стоит. Поэтому никто в этом не виноват. Ничего со мной не происходит. Все, что вы видите, это просто с нашей стороны, со стороны меня. Это недосказанность. Потому что я не публичный человек. Я не блогер. И я чисто принимаю участие в этих всех проектах. Из-за того, что некоторые из них, они действительно очень круты. И я всегда хотел осуществить свои мечты. Прокататься на дрезине. Сидеть на электровелосипеде. Заехать в Чернобыльскую зону на машине. Это, кстати, не первый раз, когда я так заезжаю. Но, к сожалению, получилось так. Никто в этом не виноват. Еще раз повторюсь. Если даже какие-то были проблемы, то, наверное, ребята мне, может быть, и помогли. То есть тебе просто оформили протокол за нелегальное проникновение. Это административка, да? 46, часть 1, Купап. И отпустили. И отпустили. Совершенно верно. Единственное, что очень неприятно было. Ну, можно понять, может быть, тех людей, которые звонили и угрожали. Вот это было не очень хорошо. И действительно, когда тебя оформили, это одно. А когда тебе звонят и угрожают. И ты понимаешь, что не знаешь, откуда можно ждать подвоха. То это такое себе ощущение. И это продолжалось очень долго. В сути, ты ничего плохого не сделал. Ты даже не трогал этих охранников, никого. Ни в коем случае. Они просто тебя поймали и вызвали полицейского. Да, да. То, что там сразу уже в бурной фантазии у кого-то начало появляться. Я имею в виду из тех, кто там расследовал. Либо из тех, кто там просто увидел это и ему не понравилось. О том, что мы оказывали какое-то сопротивление. Нет, этого абсолютно не было. Но мы ехали совершенно с другой целью. Это снять контент. Ну, получилось так, как получилось. Могли заехать, конечно, и с другой стороны. С другой стороны могли заехать. Но, видите, здесь проблема, наверное, не в том, как заехать. А как это все воспринимает зритель. Если бы мы заехали просто через лес, то это была бы скучная картина. Не так интересно. Не так интересно, к сожалению. Боже, спасибо большое, потому что у меня зрители просто через один комментарий, наверное, спрашивают про тебя. Что там с тобой? Может, тебе нужно поехать помочь в СИЗО? Передать что-то, передачки какие-то или деньгами? Спасибо, что ты наконец-то рассказал. И слава богу, на самом деле, что ты на свободе и все хорошо. Ребят, я даже честно вам скажу, почему раньше этого не выходило. Я даже не знал, что там много людей. Я, опять-таки, повторюсь, я не публичная личность. И много из тех видео, которые выходят на канал, я их просто даже не смотрю. Потому что, возвращаемся обратно, я делаю это чисто по приколу. Из-за того, что мне нравятся некоторые проекты, которые мы можем с командой Криосана осуществлять в Чернобыльской зоне учреждения. И это действительно круто. А видео, ну, иногда я их просматриваю, особенно видео с дрезиной. Но не думал, что это подымет, сколько много хайпа. Спасибо, Димон. Как тебе вообще поездки с блогерами? По кайфу или в напряг? Ну, это всегда в напряг. Это всегда по кайфу. Это буря таких эмоций. Потому что, когда ты начинаешь с момента организации. Момент организации может быть и за месяц до самой поездки. Вот с момента организации до уже выхода зоны. И до понятия, какие кадры получилось. Это всегда большой напряг. То есть, ты не можешь нормально спать. Иногда, блин, ты находишься в такой круговасе. И вот особенно, опять-таки, вернемся к видео с дрезиной. Это самый сложный проект, который там можно было вообще поставить. Нас там два раза принимали. Я думал, получились ли эти кадры. Либо не получилось. И каждый момент, когда мы ехали, это было на грани. Ну, это не описать словами. Естественно, когда ты приезжаешь уже в Киев, ты понимаешь, что те кадры, которые были отсняты, тебе там говорят, все, ох, мы уже сделали этот проект. Тебе вот так вот сразу, фух. И говоришь, все, больше, вот больше, нет, нет, все, все, все. На этом все закончено. Потому что ты рискуешь первым. Не то, что там рискуешь пойматься. Ты рискуешь сорвать просто проект. А проект, вкидывается очень много денег, средств, помимо денег. Времени, трудозатрат других людей, которые вы вообще не видите, допустим, на камере. Это все очень сложно. И вот эта вся коллаборация всех трудов, она помещается в мою ответственность довести от точки А в точку Б, то есть завершающую точку весь этот проект. Поэтому это и круто, это и сложно, это и напрягающе. Ну, главное, никогда не пускать руки. Как тебе быть известным? Тебя уже, я думаю, знают прилично людей. И, наверное, подходят с тобой фоткаться и автограф брать. Честно, ну, я никогда не был известным. Ну, и я сейчас, наверное, не являюсь... Ну, фотку, ну, блин, наверное... Ну, это ж не моя заслуга. Ну, вот честно, это ж не мой канал. Я просто участвую в большом канале. В некоторых проектах, не во всех проектах. Я далеко не известный. И, наверное, и не хочу им быть. Поскольку я видел, что есть и вторая сторона всей... Все изначально хотят быть богатыми, знаменитыми и успешными. Но есть и вторая сторона медали. Вот я точно могу сказать на сегодняшний день о том, что я неизвестный. У меня просто... Ну, я сопровождаю несколько проектов. Вот так. Ну, ты отыгрываешь, если не самую важную, то практически самую важную роль в проектах с блогерами по Чернобылю. Потому что ты их проводишь и решаешь многие нюансы вообще по маршруту. Стас, ты же сам знаешь, не будет меня сегодня, будет кто-то после меня. Это ж везде так в жизни. Поэтому я не думаю, что это... Ну, отыгрываю какую-то роль, естественно. Вот это... Смягчение каких-то проблем. Где-то там нужно решить какие-то вопросы по снятию проекта в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот я хотел вам сказать, что все абсолютно проекты, они снимались, естественно, нелегально. Кроме одного полупроекта, который мы приехали в Чернобыльскую зону и нас не впустили. Ну, тогда мы официально говорили, что это было легально. Все остальные проекты, они снимались нелегально. Поэтому, ну, у меня и не было никогда цели стать там известным. Ну, у меня инстаграм, который я даже не веду. Вот честно вам скажу. Начал вести и просто не хватает времени. Это как вторая сторона моей жизни. Там, где я могу поехать, полуотдохнуть, полуотснять какой-то проект, самореализоваться. Может быть, от того, что провел полностью маршрут от точки А в точку Б. И в этом получай свой кафт. Ну, ты же сам знаешь, как ходить в Чернобыльскую зону отчуждения. Когда ты проходишь этот маршрут, тебе же он вообще по кайфу, честно. Вот ради этого, ну, спасибо вам огромное еще раз. Все люди, все подписчики всех каналов, все ребята, которые меня встречают на улице. Я очень сильно это уважаю. Вот безгранично уважаю за то, что переживаете за меня. Я очень сильно прошу прощения за, наверное, тот момент, что не вовремя мы снимаем это все. Я просто по большой части не знал и не думал, что такой вот хайп поднимется вокруг этой темы. На самом деле, все очень хорошо, все замечательно. Проекты крутые, мне все нравится. Димон, на самом деле и я, и наши друзья, и многие подписчики ждут очень важного момента. Ты, наверное, догадываешься, какого? Какого? Это открытие твоего канала. Скажи нам, пожалуйста, будет ли он когда-нибудь, дождемся ли мы этого все? У меня есть два плана по этому поводу. Первый план, не открывать его вообще никогда, потому что не люблю это слово, но мы возвращаемся обратно. И я говорил, что я не хочу становиться публичной личностью. Из-за этого есть много, особенно связанных с моей работой побочных эффектов. Но, если рассмотреть план второй, то нужно заходить в чего-то масштабного, чего-то крутого, того, что не видел YouTube. А YouTube видел очень многое. Поэтому, может быть, мы подготовим крутой проект, посмотрим на его метрику, посмотрим, как его смотрится, что нравится, что не нравится. Если он зайдет, то мы продвинемся там, снимать дальше. И если он продвинется, то там уже будет очень большой проект с большим финансированием. Возможно, да, возможно, будет. А возможно, нет, никто не знает. Друзья, давайте, если вы хотите, чтобы Димон открыл свой канал, если это видео, которое вы сейчас смотрите, наберет 50 тысяч лайков, Дима открывает свой канал и загружает первый видос туда. Канал у него уже, наверное, есть, но видео там нет. Есть. Давайте, друзья, поэтому ставим лайкосы, не скупимся, и у Димона не будет другого выхода, как открыть канал. Если вы хотите, чтобы мы с Астасом засняли совместное видео, причем очень крутое, так как мы раньше ходили, но никогда не снимали, кстати, очень много утерянного контента, просто неимоверное количество утерянного контента, то это видео должно набрать, потому что я очень сильно хочу пойти, хотя бы 10 тысяч просмотров. Хотя бы 10 тысяч просмотров, и мы заснимем общее видео, совместное, и мы заснимем совместное видео со Стасом Полески, и расскажем, как это все начиналось, как начиналась наша дружба, как начинались наши походы. Вот. Да, это история, наша общая. Это очень крутая история. И многие факты забываются со временем, хочется их всех хотя бы рассказать просто на камеру о них. Так что, друзья, я думаю, что мы удовлетворили, Димон удовлетворил ваш интерес к этим вопросам, и обязательно подписывайтесь на его инстаграм, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Спасибо большое. Если хотите более длинного и крутого интервью, пишите об этом в комментариях. Всем спасибо, друзья. Всем пока.